Всем добрый день, здравствуйте! Добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Меня зовут Алексей Красиков. Привет! Ну что же, у нас сегодняшний прямой эфир с очень интересным гостем. Этот человек был один из первых в России, кто поимел диагноз коронавирусная инфекция остроспираторной классификации или коронавирус-19, COVID-19. Мы сегодня поговорим с Виталием Мироновым, гостем многочисленных программ и ток-шоу. После госпитализации Виталия о нем узнали средством массовой информации и начали терзать его одними и теми же вопросами. Как госпитализировались, как он себя чувствовал, как он себя сейчас чувствует, все их интересовало именно это. Мы с Виталием сегодня поговорим не об этом. Мы поговорим об эмоциях, мы поговорим о том, какие чувства возникают, о том, как справиться с разным эмоциональным состоянием, о том, как преодолеть в себе изоляцию или больничную изоляцию. Потому что в сороковой больнице, в коммунарке, как многие знают, а те, кто не знают, узнают, что в основном это одиночные палаты. И находиться в палате из 6-8 человек, как в первой, например, инфекционной, кажется как бы не очень. Но с точки зрения социального момента психологического, когда у вас в палате 6-8 человек, вам будет проще. Есть всегда с кем поговорить, на кого отвлечься, как-то обменяться комментариями и мнениями. А вот когда вы лежите в сороковой больнице в коммунарке в одиночной, хоть и качественной, и современной, и оборудованной палате, то какой бы у вас, простите, не был туалет и ванная, да, Виталий показывал и ОРТ, и РТ, и, по-моему, всем, кому как можно было, да, этот свой туалет большой и качественный, мы все очень рады за то, что в коммунарке у нас есть хорошие условия. Но, тем не менее, находиться в одиночестве, даже в хорошем одноместном номере, скажем так, госпитальном, это все равно психологически непросто. Также я познакомился с девушкой, которая тоже была госпитализирована в сороковую больницу. Ее зовут Екатерина, и она, конечно, ей было тяжелее, да, психологически, потому что люди сидели там, смотрели из окон, и думали о жизни, и писали посты о вот этом Рубиконе. И вот мы сегодня с Виталием и с вами тоже поговорим о том, о чем Алексей Красиков, ваш покорный слуга, очень часто говорит. Это то, что меняется в головах, что меняется в отношении, что меняется в мировоззрении. Виталий, привет! А сделай, пожалуйста, заявочку. В этих приборах я тебя подключаю. Мы сегодня поговорим с Виталием о том, что меняется в том числе без какой-то умеренной или на... Алексей, привет! Виталий, добрый день! Привет, Алексей! Привет! Я рад тебя видеть в прямом эфире. Взаимно. Спасибо тебе большое, что я... Я представляю, как тебя замучили. Спасибо, что ты согласен идти со мной в прямой эфир, потому что я думаю, что за прошлый год люди узнали, что ты это ты, я много... Я коротко расскажу нашей аудитории, как я познакомился с Виталием. И, собственно говоря, я и привозил такую небольшую скромную руку к тому, чтобы его начали мучить. Вот. Потому что, когда он буквально в первый вечер... Мы рассказали об этом и скинули его анкету, то, что мы искали человека, который мог бы рассказать, что у него вообще-то как бы есть такая проблема. Вот. И мы нашли Виталия. Я опубликовал его у себя в странице. Ну, и, собственно говоря, потом меня спросили пару СМИ, есть ли у вас какие-то знакомые. Я дал на него ссылку. Ну и пошло-поехало. Его стали терзать и мучить. И все, кому ни попадя. От Малахова, по-моему, до Арти. Поэтому, если что, можешь кидать яйца в меня тоже отчасти. А как ты себя чувствуешь? Сейчас я себя абсолютно прекрасно чувствую. У меня нет никаких симптомов. Температура отличная, настроение прекрасное. Все классно. Я не буду тебе задавать вопрос, если ты позволишь, да, такие банальные, которыми тебя замучили уже все. Как ты заболел, как ты госпитализировался. Потому что все, наверное, уже в России, не побоюсь этого слова, знают, что ты был в Испании, потом прилетел, у тебя поднялась температура, тебя привезли в коммунатку. Давай поговорим про эмоциональные составляющие. Как ты себя чувствовал именно эмоционально, да, когда ты узнал, что у тебя ты прилетел, у тебя поднялась температура. Был ли страх, были ли сомнения, какие-то опасения? Нет, у меня не было. Но это, наверное, связано в первую очередь с тем, что у меня протекало все в очень легкой форме. И на момент, когда я обратился на горячую линию в Роспотребнадзор, состояние было нормальное, то есть обычное, как обычное ОРВИ. Но из-за того, что мы прилетели из Испании, только поэтому я обратился. И они уже прислали бригаду, которую взяли анализы. И потом я уже через три дня мне также с Роспотребнадзора сообщили о положительном результате. И, ну, в принципе, у меня никакой паники. Мое настроение не менялось от того, что я узнал. То есть у меня была легкая форма, и я слышал, знал о статистике. В принципе, ну, как я и предполагал, у меня так болезнь не протекала. То есть ты не успел запаниковать, что вот все, у меня вот этот ковид, и сейчас буду умирать по ДВЛ, да? А что тебе помогало не запаниковать? Потому что сейчас каждый второй россиянин опасается, что вот у него будет какая-то проблема. Ты вообще, в принципе, склонен к отсутствию паники и склонен так вот рационально и трезво мыслить? Или ты, в принципе, вот нашел в себе какие-то рациональные цифры? Ну, да. Я просто сам по себе такой человек, когда, ну, как-то все ситуации стараюсь воспринимать как-то позитивно. Ну, и плюс состояние меня, в принципе, не пугало. То есть ты не чувствовал тяжести состояния, которое тебя пугало? А как ты думаешь, с чем это связано? Не знаю, просто мне кажется с тем, что сам по себе такой человек. Вот мы понимаем, что если у нас есть какой-то вирус, да, патогенный, то он, в принципе, вызывает примерно одну и ту же клиническую картину и имеет начало, середину и конец. Вот ковид-19 не имеет такой классической картины, да, потому что вот ты лежал в 40-й больнице с очень легкой формой. По-моему, если я не ошибаюсь, через 4 дня ты уже был бодрячком более-менее, а вот твоя соседка Катя, по-моему, прям в чате писали, что им прям реально тяжело. Ну да, я до сих пор нахожусь в этом чате и много пишут именно тех людей, которые только поступают, люди, кто после реанимации. Но как правило, в большинстве случаев те, кто находятся в реанимации, они в средне-тяжелом состоянии. То есть критических не так много, но им там нелегко приходится. Ну и состояние, то есть у всех разное, там разные симптомы, разные состояния. Ну, большое количество людей находится в тяжелом состоянии, в средне-тяжелом. Понятно. Ну, ты говоришь про средне-тяжелый и тяжелый, потому что это все-таки вопрос к врачам, да? А как ты думаешь, почему у вас в стране пока не такая теоретическая статистика, как в США и в Италии? Мне кажется, что пока еще нету пика, только все начинается. В регионах ситуация еще более спокойная. Просто через Москву больше летает людей и не знаю, с чем связано. Но мне кажется, что еще пока набирает обороты, скорее всего, с этим. Я тоже так думаю. Скажи, пожалуйста, ты думал на тему, почему твоя супруга не заболела? Мы же летали вместе и проводили много времени вместе. И если вот нас просят мыть руки, одевать перчатки, одевать средства индивидуальной защиты, маски профилактические, то ты фактически находился постоянно в контакте с супругой много времени. И там, ну, как бы, конечно говоря, прямой контакт, капельно-вирусный, он был, да, его не могло не быть. Как ты мог бы объяснить тем, что супруга твоя не заболела? Ну, это лишь мое предположение. Не знаю, может быть, у женщин там чуть лучше иммунитет, ну или, по крайней мере, у моей жены. Может быть, с этим как-то связано. Ну, и еще перебью. То есть, ну, не совсем понятно, как именно передается этот вирус, так как я по прилету общался еще с двумя людьми, как минимум, и мы тоже довольно-таки близко общались там на протяжении часа и там здоровались за руку, но у них то, они тоже не заболели. Вот, поэтому сложно оценить, как именно вирус передается и на кого он попадается. Вот с точки зрения логики мы имеем прецедент, что вот даже контактируя вот так плотно, то не сто процентов, что человек заболевает. Да, да. Ясно. Скажи, пожалуйста, как тебе вообще психологически ты справлялся в коммунатке? Я вот до того, как тебя подключил, говорил о том, что сороковая больница, она новая, да, она только построена, и там очень много одноместных палат. И я говорил о том, что вот шести-восьмиместные палаты, как в первой инфекционной, они как бы в ужасных условиях, там один туалет на коридоре, все это понятно, но тем не менее шесть человек в палате как-то создают такую, ну, атмосферу, как-никак. Ты лежал, как и многие ребята в сороковой больнице, лежат в одиночной палате, хоть она и качественная, весь мир, вся страна видела твой туалет, да, твои условия прекрасные, да, категории премиум, скажем так, по больничным, наверное, меркам. Вот как ты один в этой палате справлялся, да, о чем ты думал, чем ты себя занимал? Вам же нельзя было даже в коридор выходить. Ну да, все 16 дней моего пребывания я ни разу никуда не вышел. Первые дней 10, наверное, они пролетели, в принципе, довольно быстро, но благодаря как раз вот этим комфортабельным условиям, в которые я попал, очень повезло, что я оказался именно в этой больнице, потому что я общался с очень многим количеством людей, которые лежат в больницах в Москве, в Московской области, в других городах России, в других странах, там, Казахстан, еще там откуда-то. И скидывали фотографии реальные, то есть онлайн, как они находятся, в какой ситуации. То есть они лежат, люди, в коридорах, и по 8 человек, и, то есть инфицированные, со здоровыми лежат, ну, то есть ужасная картина. А что мне помогало справляться, то есть, ну, 10 дней первые у меня разрывался телефон, то есть я очень много с кем общался, ну, вот за счет, наверное, общения у меня как-то очень быстро протекало время. Но уже под конец, где-то, наверное, с 14-16 день уже было как-то тяжеловато, потому что уже хотелось скорее вернуться домой, потому что я понимал, что у меня абсолютно здоровое состояние, то есть у меня не было уже никаких симптомов, но меня не выписывали. Мне надо было дождаться отрицательных результатов. Два теста подряд. Два подряд, да. Вот. И у меня, то есть, был один отрицательный, потом подозрительный, потом опять отрицательный, и мне надо было еще ждать отрицательного. Вот. И уже, несмотря на то, что по меркам больницы еда довольно качественная, но она уже там приелась, и уже, ну, сама обстановка уже просто, когда ты сидишь, тебе говорят, вот вроде бы завтра тебя вытушат, завтра наступают, тебя не выписывают, и как-то вот это напрягало немного. Психологически это сложно. А чем ты себя занимал в течение всего дня? У тебя было какое-то расписание? Ты учился, занимался, работал дистанционно? Поработать не удалось. Почему-то у меня Wi-Fi ловил только телефон, ноутбук я не смог подключить. А занимался, ну, у меня книжка была с собой одна, я прочитал два раза в неделю с репетитором занимался. И, ну, уже со второй недели начал заниматься спортом. Плюс у меня был телевизор, но в последние там несколько дней он почему-то перестал работать. И радио было, ну, плюс Wi-Fi. Ну, то есть больше, большое количество времени я именно общался. с друзьями, с людьми. И занимался английским, да, я так понимаю? Да, да. Это очень здорово. Скажи, пожалуйста, вот если закончить тему коммунарки, в целом, как тебе подход? Потому что когда было начало марта, ты как раз только прилетел в Москву, и у меня была информация, что там катастрофически не хватало врачей, и была небольшая неразбериха. А потом уже где-то ближе к 20 марту, наверное, уже штат укомплектовался, и все пошло как-то попроще. Ты почувствовал, что вначале было как-то вот пустовано? Нет, я не почувствовал, но общаясь в чате в нашем, я слышал о том, что там были некоторые проблемы, так как были волонтеры, был медперсонал, который там не имел опыта, и как-то там не очень удачно, допустим, ставили капельницы. Такие ситуации случались. Но потом, насколько мне известно, как-то по-другому укомплектовали вот этот медперсонал, и как-то работа вроде больше немножко наладилась. Ну и в целом, какое у тебя впечатление о 40-й больнице, о нашей медицине именно в этой больнице? Ну, я не ожидал вообще, что попаду в именно такую поликлинику, когда меня везли. Тоже ожидал увидеть обшарпанные стены. Но действительно больница на уровне. Но она открылась только в марте. То есть я, насколько слышал, это одна из лучших больниц в России. Спасибо. Скажи, пожалуйста, что бы ты сказал ребятам, и что ты, может быть, пишешь им в чате, которые лежат, им страшно, потому что ты по психологическому такому складу практически кандидат в космонавты. То есть ты можешь сидеть долго в одном пространстве, ты можешь быть внутри себя. Это очень важный навык. Я вот о нем часто говорю на своих занятиях, своим ученикам, о том, что находиться наедине с собой в закрытом пространстве, это очень важно. Ты нашел для себя какие-то темы, ты нашел для себя какой-то интроект внутри. И ты внутри себя жил, в принципе, чувствовал себя комфортно. Под конец уже хотелось, конечно, потому что это вот выйду, не выйду, выйду, не выйду, да? Это напрягало. Вот что бы ты написал ребятам в чате, кто вот сидит либо в одноместной больнице, в одноместной палате, либо дома один? Какую бы ты им дал рекомендацию, чем вот им стоит руководствоваться? Ну, те люди, просто мне действительно очень многие писали, у кого симптомы похожие, как на мои, у кого начинается температура, держится там какое-то определенное количество времени. Если вы находитесь дома, и у вас из симптомов только температура, то, насколько мне известно, сейчас в Москве с такими диагнозами не забирают, предлагают домашнее лечение. И не стоит пугаться, если у вас нет кашля, ну, то есть нету развития пневмонии, то, в принципе, переживать не о чем. То есть все должно пройти в легкой форме, да, там может быть длительная температура, но все само пройдется. Ты даже не кашлял, я так понимаю. Ну, у меня просто было першение в горле. Вот это тоже интересный вопрос с точки зрения вирусологии, эпидемиологии, да? Потому что вирус, который поражает легкие, вызывая пневмонию с последствиями, тогда бы все как минимум кашляли, просто кто-то бы более тяжело, а кто-то бы менее тяжело. Исходя из всего, что я имею сегодня, мы понимаем, что это не вирус, который поражает напрямую легкие, а что это вирус, который имеет стандартную остроспираторную клинику, но у некоторых людей почему-то возникает именно вот осложнение в виде пневмонии. Окей, хорошо. Что бы ты сказал вот ребятам, которые находятся просто внутри самого себя, дома или в палате? Вот они лежат в коммунарке, сейчас тебя смотрят, завидуют тебе. Что бы ты им рекомендовал, чем им там себя занять? Ну, те, у кого состояние уже приближается к более отличному. Мне кажется, нужно как-то, не знаю, разнообразить, больше общаться, ну, заниматься тем, что тебе интересно читать. Не знаю, там есть возможности передачи, то есть мне два раза доставляли посылки, вот, то есть мне кажется, если есть там близкие, родные, которые могут что-то передать, это реально может спасти, то есть не останетесь наедине с собой. Я когда-то попал в онкологическую больницу, мне удаляли опухоль, право издовольственной слюной железы. И я лежал в онкологическом отделении, чекистной лицевом, и там достаточно грустная картина, то есть там умирали каждый день люди, которые при тебе лежали, вот буквально вчера я с ним не виделся, а сегодня его уже увезли, накрытого. И вообще в онкологической хирургии отделение достаточно психологически сложно. И я тогда себе придумывал такую штуку. Моя задача была, чтобы день побыстрее закончился, потому что вечер в больнице, он самый такой грустный и самый такой долгий, потому что все это так печально, особенно если ты еще в одноместной палате лежишь, это вообще достаточно серьезное испытание. Так вот, я себя развлекал каким образом? Я себе придумал, я попросил родителей, попросил привезти мне побольше овощей, и я каждый час должен был готовить и съедать небольшое количество салата. Причем где-то там, например, в 15-40 я медленно резал чуть-чуть огурчиков, чуть-чуть помидоров, чуть-чуть там петрушки, потом я медленно все это замешивал, там небольшой мисочке, потом ровно в ноль-ноль я это все медленно кушал, потом я должен был обязательно пойти это все помыть, потом я должен был 20 минут почитать, потом я должен был там еще что-то сделать. То есть у меня каждый час был заполнен какими-то вот такими непонятными или понятными штуками, которые мне помогали. И я даже не замечал, как прошел день. То есть я ставил себе задачу прочитать, сегодня там 30 страниц такой-то книги, завтра 20 страниц такой-то книги, сделать там 5 салатов. Ты как-то развлекал себя таким образом? Ну да, то есть последние дни как раз я уже чувствовал себя хорошо, ну то есть у меня там были тренировки, которые я сам себе придумал, ну также читал какое-то определенное количество времени, смотрел телевизор, сидел в телефоне, ну то есть старался именно больше разнообразить. На самом деле ты большой молодец, в том смысле, что вот одноместная палата и столько дней без выхода, это для моих учеников и для моих клиентов достаточно большое испытание, и мы будем говорить с ними скоро о том, как важно быть наедине с самим собой. Вот ты очень хороший пример, да, как сейчас модно говорить, кейс, как можно преодолеть многие проблемы, умея находиться внутри самого себя. Ты сейчас, я так понял, на карантине тоже, да, дома сидишь? Да, сейчас на карантине. А ты сейчас один в квартире или с супругой вообще вместе? С женой, да, вместе. Чувствуется напряг, потому что у меня уже три, вот вчера одна радиостанция, потом какая-то газета, и все задают один и тот же вопрос, да, люди ссорятся все больше и больше. Ты чувствуешь такое вот напряжение, что вот вы вдвоем, попа к попе, не можете выйти? Что бы ты сказал ребятам, которые задают такой вопрос тебе, как вот не ссориться, как вот вы развлекаетесь? Ну, развлекаемся разными вещами. Я не знаю, я люблю готовить, там, мы смотрим сериалы, сейчас есть возможность работать, там надо разобрать почту за все время, что я находился в больнице, то есть, ну, много всяких интересных задач, которые можно, которыми можно заниматься дома. То есть, напрягу вы особо не чувствуете? По сравнению с больницей, я сейчас просто в райских условиях нахожусь, у меня больше возможностей, и, ну, мне кажется, вообще пока не скучно. То есть, я спокойно неделю вообще легко, мне кажется, просижу еще. Это говорит о том, что у вас с супругой в целом базово прекрасные договоренности и прекрасные отношения изначально, фундаментально. Потому что вот сейчас, когда мне все пишут, да, СМИ о том, что вот люди ссорятся, там больше разводов, я все время говорю одно и то же, что, ребят, сейчас это просто лакмусовая бумажка, это индикатор. Если вы базово все обсуждали, у вас базово все более-менее хорошо, и базово вы как бы друг к другу подходите, и все у вас в порядке, то вот эта ситуация один на один в карантине, она не спровоцирует что-то такое вот острое или не поднимет вот этот градус. А если изначально у людей, да, были какие-то вот такие недосказанности, серьезные претензии, обиды, невысказанные ожидания, которые не реализовались, то вот эта ситуация, она просто поджигает всю вот эту проблематику, и она выходит просто наружу. То есть не сам карантин, не сама изоляция создает вот эту вспышку разводов или вспышку ссор по бытовухе, так сказать, а она просто поднимает как катализатор то, что было недосказанно. И я очень рад, что у вас в этом смысле все прекрасно. Да, Алексей, у меня тоже есть к тебе вопрос. Ну, вообще, я знаю, что сейчас как бы очень такая непростая ситуация в России, и многие понимают, что могут столкнуться со сложностями в плане работы. Сейчас многие компании будут закрываться. Вот что ты можешь посоветовать, чтобы, там, не знаю, как-то пережить это? Какие-то, может быть, нужно шаги сделать, чтобы как-то себя на будущее обезопасить? Ну, во-первых, надо исходить из того, что мы не можем этим управлять. То есть вот фундаментально надо понять, что есть вещи, которыми мы не можем управлять с точки зрения экономики, закрытия компаний, в которой вы работаете, или какие-то экономические турбулентности. То есть от того, что мы будем кричать, деться головой в стену, там, барахтаться, истерить в социальных сетях, обсуждать и переживать, и не спать ночами, ничего не изменится. То есть смысл вот накручивать постоянно, и крутить, как стиральная машина в голове, объем последствий, которые вы себе рисуете, смысла нет никакого. Во-вторых, надо сесть и прописать самые такие сложные варианты развития событий. Ну, например, я останусь в день работы. Или, например, мне придется закрыть бизнес. То есть самые такие крайности, да, или я буду уволен, или у меня закончатся деньги. И прописать сценарий и примерный план на самый худший вариант развития. Вообще прописывание сценарий на наиболее худшие варианты развития событий это очень важно. Конечно, далеко не всегда эти планы реализуются в негативном смысле, но для мозга очень важно понимать, что есть выходы. Что если меня уволят, я буду действовать так-то, так-то и так-то. И потом, что мне это даст в плюсе? Например, я смогу найти компанию более лучше, или меня это стимулирует открыть собственное дело, или мне это поможет выйти на новый уровень. То есть вы берете самое худшее, планируете свои действия и находите в этом то, что вам поможет. Это второе. Третье. Здесь надо понимать, что любой кризис это прекрасная возможность посмотреть правде в глаза. Это касается личных отношений, это касается работы. Например, вы засиделись на вашей работе, или вам не очень нравилось, или ваши отношения тянулись. И вот этот момент, он всегда очень хорошо стимулирует вот эти изменения. Многие мои клиенты, они знают, что они с тревожными расстройствами, с депрессивными, они уже в терапии все понимают. Они понимают, с чем это связано. Они тянут и тянут, и тянут, и тянут, и тянут, и тянут. И вот здесь сейчас у них как раз очень хороший буст такой, что типа, ну, хватит тянуть, вот, все, вот тебя сократили, вот, значит, там случилось так-то, давай действуй. И последнее, что по этому поводу, спасибо тебе за хороший вопрос. Наша физиология, наш головной мозг склонен к эволюционному понятию выживания. То есть выживает не самый сильный, выживает наиболее приспособленный. И вот сейчас, наконец-то, человек попал в природосообразную работу в физиологии мозга. Мозг сейчас просто лампаду танцует у нас. Почему? Потому что мы попали в ту самую среду, в которой человек всегда что развивался. Выживание, приспособление, перестройка, изменения, оптимизация, реструктуризация. Вот сейчас люди, как бы ни было это странно, да, это паника, тревога, скупка гречки, туалетные бумаги, вот во все, там, увольнение за бизнес, работа. Как бы ни было это социально дискомфортно, это будет турбулентно, мы на самом деле сейчас в природосообразном состоянии. У меня недавно был прямой эфир с одной бизнес-вумен. Она говорит, у меня мозг начал работать в разы лучше, чем работал раньше. Потому что когда мозг находится в состоянии умеренного покоя и размеренности, нам приходится смотреть ролики по мотивации, как захотеть-хотеть, как захотеть-перехотеть, как захотеть встать с дивана, как заставить себя еще сделать там плюс, там сто. А сейчас уже не нужно смотреть ролики, как захотеть-хотеть. Сейчас сама по себе физиология мозга, она сама тебя пробуждает и говорит, давай, погнали, придумывай. Давай, все, что здесь оптимизировать, как соградить расходы, что, какой ниша, что сейчас заняться, производством санитайзеров, производством массы, производством очков, чем, все. То есть люди, которые вот подвижны на голову, они сейчас наоборот, на таком бусте находятся, что, мам, я сегодня за одно утро 500 тысяч заработал на фондовом рынке. Я не сижу такой, думаю, блин, как плохо, все, люди перестанут ходить на психотерапию. Я просто взял, переложил активы на фондовый рынок и начал там зарабатывать, потому что я понимаю, что там есть возможности. То есть надо искать возможности. Надо искать возможности по заработку, по дополнительной работе, по принятию решений. И я вот, знаешь, Виталий, помнишь 2008, по-моему, год, когда все сокращали? Я работал день с кризиса. По маркетингу. И мне писал, я тогда уже работал параллельно консультантом. Мне писало огромное количество людей, что это самый худший период в их жизни, потому что они потеряли работу, потому что доллар подскочил. Они писали, что это катастрофа. Прошло ровно полгода. И эти люди сказали, что если бы не кризис в 2008, я бы не нашел бы новую работу, я бы не нашел новый коллектив, я бы не начал работать на себя, я бы не начал бы свое дело, и я бы не познакомился со своей женой, которая сегодня беременна, потому что познакомился я на новой работе после того, как меня уволили с предыдущей. И я уверен, Виталий, будет все точно так же. Ну да, всегда перемены к лучшему. Да. У меня к тебе последний вопрос, который я запланировал для тебя. Он очень важен для моих подписчиков. Звучит он так. Многие люди считают, что психотерапия это какой-то такой чудодействующий метод или техники по изменению мировоззрения. Я все время привожу такой пример. Ходила девушка или парень с депрессией, с тревогой к психологу, так называемому. И вот они прорабатывали, 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 прорабатывали. Она тратила кучу денег, кучу времени. И особо сильно не понимала, что она там делает на этой самой кушетке. И вот в один прекрасный день она идет домой с работы и ее сбивает пьяный водитель на пешеходном переходе. Она попадает в реанимацию, потом в травматологию, боится за жизнь, ее там собирают по частям, она выживает. И через три месяца она выходит на улицу. Ее выписывают. И ее отношение ко многим вещам, которые раньше вызывали у нее беспокойство, агрессию, злость и прочие требования к людям, они изменились не потому, что она просто переключилась на травму, а потому, что она поменяла свое фундаментальное отношение. Вот у меня к тебе вопрос. О чем ты думал, сидя вечером на своем большом окне, смотря за окно, и насколько сильно у тебя поменялось нервозрение даже за эти 20 дней изоляции? Ну, я, наверное, могу себя отнести к категории людей, которая пока тебя лично не коснется, ты как-то скептически относишься. Я бы, может быть, если бы не попал в больницу, так же бы и относился. Не верил бы, может быть, в происходящее. Но когда оказался там, понял важность. И вот те меры сейчас, которые озвучивают, которые предпринимают, их, мне кажется, предпринимают не зря. И важно, чтобы каждый осознал, что коснуться может каждого. И вот буквально вчера я узнал, то есть среди моих знакомых случаев не было, но девушка, с которой я, моя сестра училась в одном классе, а мы с ней тоже в одной школе учились, хотя она молодая, но вчера ее не стало. Вот, поэтому это не шутки, ну, и нужно более как-то серьезно относиться. То есть это многие до сих пор воспринимают, что как-то это очень серьезно. Вот. Ну, и у меня произошло просто осознание, что, ну, каким-то вещам, может быть, нужно, не знаю, прислушиваться, как-то по-другому смотреть на вещи, то есть не с одной стороны. Ну, наверняка руки будешь ты мыть, теперь гораздо чаще относиться к личной гигиене, мы будем все чаще. У меня к тебе вопрос вот именно этот. А поменялось ли твое отношение к жизни, к людям, к смыслам? Вот изменились ли у тебя какие-то смыслы? Вот ты сидел вечером, да, вот в сороковой больнице, смотрел на вечернюю Москву и думал о том, что было бы, если бы, вот было бы все по-другому, или что могло бы все и закончиться. Обычно люди в этот момент, они начинают переосмыслять, понимая, что вот будучи на грани, либо ты просто на грани не побывал и тебе не пришлось туда идти, да, потому что Катерина, твоя вот соседка, она об этом как раз говорила и писала, что будучи вот капельницами с температурой 39, она отмечала там недавно, как я видел, второй день рождения, да, свое, потому что вот у нее такие переосмысления смыслов и ценностей произошли. У тебя изменилось что-то в отношении твоих предпочтений? Ну нет, мне единственное показалось, что как-то, не знаю, болезнь, может быть, объединяет людей и что, как мне показалось, люди стали добрее. То есть много очень людей пишет там теплые слова, слова с поддержкой и как-то, не знаю, ну то есть действительно там переживают вместе с тобой, поддерживают друг друга, вот. Мне кажется, это как-то сплочает нас. Как ты думаешь, мир изменится после COVID-19? Ну, в какой-то степени да. Мне кажется, у многих произойдет переосмысление и, ну, как в любом случае, перемены к лучшему. Хоть мы, может быть, сделаем несколько шагов назад, будет там чуть хуже экономическая ситуация, но, когда это все закончится, мне кажется, потом будет повод задуматься. Ну и заключительный вопрос. Твое мнение, карантинные меры, вообще вся эта движуха в мире на месяц, на три, на шесть месяцев и на двенадцать? Ну, мне по ощущениям кажется, что это месяца может быть на три. Врачи говорят, что это май-июнь конец. Ясно. Я благодарю тебя за твое время. Спасибо тебе огромное. Желаю тебе спасибо. Спасибо. Спасибо за твоим близким здоровье. У тебя уже, я так понимаю, есть иммунитет. У тебя есть первый в России такой плюс. Да, вопрос иммунитета, конечно, вопрос медицинский, философский спорный, но, тем не менее, ты уже психологически через это перешагнул. И ты, я уверен, ты можешь помочь большому количеству людей на собственном опыте и собственным ресурсам, чем мы сегодня попытались заняться. Спасибо тебе огромное, Виталий. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Пока, Алексей. Пока. Ребята, ну что же, что хочется сказать. Чтобы поменять свое отношение, не обязательно попадать в реанимацию, не обязательно попадать в травматологию. Вот посмотрите, как сейчас поменялось ваше отношение ко всему, к многим вещам. Что вы стали ценить? Что вы обесценили? Конечно, можно говорить о доминанте ухтомского, что сейчас просто акцентируются другие зоны мозга. Но правда в том, что неврозы, это и есть вопрос доминанты. То есть, если бы у вас болел зуб и случилась бы эпидемия COVID-19, то у вас бы зуб меньше болеть бы не стал. согласны? Поэтому невротические расстройства это не болезнь. Невротические расстройства это фиксация доминантного внимания на тех мыслях, которые для вас являются фундаментально важными. А мысли фундаментально важными для вас являются те, которые, в обстоятельства, которые вы концентрируете доминанты. Например, ваша доминанта может быть изначально про обстоятельства жизни, к которым вы относитесь слишком эмоционально и это первая доминанта. А вторая доминанта это ваше физиологическое самочувствие. И вот вас выбрасывают в две доминанты. Требования или обстоятельства или нереализованные ожидания, которые вызывают базовую тревогу, потом базовая тревога смещается на доминанту внимания к своему организму. И вот вы там крутились, свертелись. Случилась COVID-19, эпидемия, работа, деньги, финансы, риски, эпидемия, болезни, страх. У вас раз доминанта сместилась туда. И вот эта зона потухла. И вам кажется, что вроде как полегче. В чем история? История как раз таки в том, что сегодня мы с вами еще раз доказывали, что невротические расстройства это не вопросы болезней. Это вопросы того, к чему вы придаете внимание, значимость и на чем вы концентрируетесь. Конечно, закончится эпидемия COVID-19. И ваши отношения с супругой, с супругом, ваши работы вернутся на круги своя. И если вы сейчас не займетесь собственным отношением и не пересмотрите многие вещи с помощью вашего покорного услуги или моих коллег, вы вернетесь опять в это состояние. Ну и последнее. Не доводите ситуацию до критичной, чтобы заставить себя поменять свое отношение. Работайте с собственным отношением к жизни то, что мы называем эмоциональным интеллектом. Сейчас есть прекрасные возможности заняться своим здоровьем. Что касается последнего, это вопросы самостоятельности в домах или тревоги, когда вы один. У вас сейчас есть прекрасная возможность на поведенческом уровне отработать. Например, у вас есть тревога находиться одному дома, потому что вы неврастыник, вам все время надо куда-то бежать, а вас посадили как загнанную лошадь в стойло. Позвоните своему психологу, придите на консультацию онлайн и обсудите сейчас это, потому что в данный момент вы находитесь непосредственно в поведенческом эксперименте. И пользуйтесь этим. Я вот один дома и мне тревожно, меня куда-то несет. Работайте прямо сейчас с этим. Или у вас есть какие-то терки с супругом. Работайте прямо сейчас. Вам фактически фартануло. Вместо того, чтобы в терапии вам надо было создавать искусственно остаться одному, искусственно обсуждать, сейчас у вас это есть непосредственно как говорится инвитро. И вот это надо понимать. Сейчас пользуйтесь всеми возможностями переосмысления, обсуждения отношений с партнером, поиском новых возможностей, поведенческими терапиями, оставаться дома, находить себе смысл о том, что работа подождет и никуда там последний поезд не уйдет. Спасибо вам большое. Я надеюсь, вам было интересно. И еще раз Виталию Миронову большое спасибо за его время. И спасибо каждому из вас, что вы посмотрели это видео. Спасибо за ваши вопросы. Мы продолжаем ролики на канале Невроза Мегаполиса. Школа эмоционального интеллекта приглашает каждого на сайт красиков алексей.рф В магазине есть большое количество вебинаров. Женские вебинары, расставания, привязанность, мужские вебинары будут у нас кстати в начале по-моему седьмого восьмого мужской большой вебинар. Я вас всех приглашаю на него. Парни, там будут мужские темы, эго, гордости и все, что с этим связано. Поэтому посмотрите сайт мужского интенсива на нашем основном сайте. В общем, я работаю для вас почти 24 часа в сутки. Видите большой объем сториз, большой объем новостей, большой объем репостов. Я делаю все от себя зависящее, чтобы вас успокоить, но в то же время, чтобы вы обладали грамотной информацией, чтобы не поддавались каким-то таким паническим настроениям, но в то же время были внимательны. Спасибо вам большое. Ваш Алексей Красиков школа эмоционального интеллекта. Счастливо. Спасибо.